Вы знаете, что сейчас поставлены правительством, президентом задачи по формированию в России цифровой экономики. Что такое цифровая экономика? Цифровая экономика, когда максимальное количество всех транзакций, всех сделок, всех действий происходит полностью в цифровом формате. Конечно же, ключевым условием реализации такого подхода является среда доверия, механизм которого является электронная подпись. При этом мы понимаем, что сейчас есть определенные сложности с этим механизмом, они связаны с двумя аспектами. Первый аспект – это то, что на самом деле возник, на мой взгляд, серьезный кризис доверия к электронной подписи, потому что когда принимался закон об электронной подписи, уровень электронного взаимодействия был все-таки на таком базовом уровне. Сейчас фактически любые отношения уже переводят в цифровой формат, что требует полноценного доверия при взаимодействии. А наш механизм электронной подписи и тот механизм выдачи сертификата электронной подписи испытывает определенную критику, вы знаете, с точки зрения того, что эти подписи выдаются именно тем лицам, идет, кстати, еще проверка и так далее. Поэтому сейчас внесен, вы знаете, на проект в Госдуму о повышении требований к удостеряющим центрам, о серьезном усилении контроля государственного за этой деятельностью. Но все равно этого на текущий момент, на наш взгляд, недостаточно. И поэтому вот к тому законопроекту, который сейчас находится в Госдуме, готовятся поправки правительства. И вот как раз я хотел вам сегодня предложить обсудить несколько моментов. Первый момент. Несмотря на повышение требований к центру удостеряющего, все-таки подумать над вопросом, кто должен проводить первичную идентификацию человека при получении им цифровой подписи. Собственно, о чем я пытаюсь вам сказать? О том, что в бумажном мире, в реальном мире основным документом, который удостеряет личный человек, является паспорт. И фактически это универсальный идентификатор, который используется при любом взаимодействии в реальном мире. И замечу, что этот паспорт выдает государство в лице соответствующего полномоченного органа, несет все соответствующие юридические риски, ответственность, процедуры, установленные государством. И тем самым имеет, условно говоря, высокое доверие этот документ и применяется универсальный документ, позволяющий инфицировать человека. Теперь посмотрим, что происходит в цифровом мире. В цифровом мире, на самом деле, для того, чтобы совершать вещественные действия, основным механизмом является электронная подпись. При этом мы видим, что электронная подпись создается коммерческими организациями. Я сейчас не говорю, насколько эти организации действуют добросовестно, но, тем не менее, даже сама парадигма сейчас действующего регулирования, что эта функция отдана коммерческим организациям, фактически коммерческому рынку. В силу как раз возрастающего развития цифровых транзакций, цифровой экономики, мы понимаем, что от того, насколько качественно прошла инфикация человека, насколько добросовестно ему была выдана эта электронная подпись, потому что потом он может вообще никуда не приходить, нигде не появляться и совершать все действия полностью в удаленном формате, в цифровом, и, собственно, его цифровое отражение будет полностью на совести того, который выдал ему подпись. Поэтому, честно говоря, здесь мы еще стоим перед некой развилкой, насколько данная модель регулирования в целом является, скажем так, обоснованной разумной с точки зрения всех рисков, которые в последнее время вы все, наверное, знаете, слышим в новостях, что там мошенничество совершили, там у нас есть злоупотребление и так далее и тому подобное. Это первый сюжет, который я прошу вам обсудить. Второй сюжет – это то, что на самом деле мы все много говорим о электронной подписи, но фактически электронная подпись – это инструмент для взаимодействия юрлиц сейчас. Сколько у нас граждан имеют электронную подпись для личных нужд? Мне кажется, это их минимальное количество, потому что если я не гендиректор, если я не предприниматель, то фактически электронной подпись у меня нет, я ее не использую. Что на самом деле также ограничивает людей в совершении полностью удаленных электронных транзакций, в том числе для получения госуслуг, обращения в госорганы. Хотя у нас состоят показатели при поцелу экономики, что 70% услуг государства должны быть приведены полностью в второй формат. Как это сделать, если у человека нет инструмента юридически значимым образом подписать документы, чтобы потом не приходить их, не приносить в органы власти и снова не проподписывать бумаги и так далее. Собственно, это второй существенный, на наш взгляд, вызов. И здесь мы активно, вы знаете, сейчас работаем над запуском проекта по электронному паспорту. И, ну, то есть фактически это карта с чипом и мобильные проложения инфекционные. И в случае, если мы этот проект запустим, а я уверен, что с учетом тех решений, которые приняты от проекта, будет запущен в ближайшее время, мы сможем всем нашим гражданам в рамках получения электронного паспорта выдать соответствующую электронную подпись. И тем самым это тоже может, честным образом, трансформировать модель вообще работы PKI-инфраструктуры. Потому что мы тем самым сможем обеспечить человеку базовую инфекцию в рамках выдачи электронного паспорта. Ему, возможно, не потребуются другие электронные подписи. И это накладывает следующий аспект, что тогда кто должен выдавать эту электронную подпись. Наверняка, если это будет подпись на электронном паспорте, будет соответствующий следующий центр, который покроет в перспективе всех наших граждан государственные электронные подписи. И это тоже сейчас предмет дискуссии по доработке того закона, о котором сказал сейчас законопроект, который в Думе. И вот эти два аспекта, на самом деле, на мой взгляд, могут существенно изменить вообще вес ландшафт регулирования электронной подписи. Я думаю, что сегодня и завтра, если вы эти аспекты обсудите и по итогам нашего мероприятия дадите нам определенную реакцию, определенное мнение экспертного сообщества на те идеи, которые я сейчас озвучил, это было бы крайне полезно и нам, как регулятору. Я думаю, и вам тоже дало бы дополнительные стимулы для размышления на данную тему. Спасибо всем за внимание, еще раз всем желаю хорошей продуктивной работы. Спасибо.